Владимир Зеленский сегодня объявлен победителем на выборах президента Украины. Обработаны 100% электронных протоколов. Когда Центр-Избирком получит все бумажные копии, можно публиковать в газете результаты и назначать инаугурацию. Отрыв Зеленского от Петра Порошенко более чем в три раза. Рекордная поддержка, однако, не гарантирует ему возможности управлять страной так, как он считает нужным. Почему? В украинской политической реальности есть понятие коалициада. Под коверные торги, быть или не быть депутатской коалицией, без которой Рада как без рук. Ну и вот в эту коалициаду Зеленскому придется включаться. Он уже разминается, увидел Кирилл Брайден. Украинские журналисты с утра пораньше застали избранного президента Зеленского на зарядке в парке у Верховной Рады. И в этом многие тут же увидели знак. Не просто так он нарезает круги вокруг парламента. Ведь именно депутаты утверждают главу правительства и ключевых министров. Если Зеленский не без оснований считает себя приговором Порошенко, то коалиция уходящего Петра Алексеевича вполне может стать приговором для него самого. Это вызов для Зеленского. Часть его полномочий ограничена именно парламентом. Он не может, собственно говоря, полноценно управлять страной без лояльной ему коалиции в парламенте. Даже день инаугурации и тот назначает Рада. Распустить ее президент может, например, если она за 60 дней не утвердит кандидатуру премьера или за 30 не сможет сформировать коалицию. Но все равно сказать депутатам прощайте закон разрешает не позднее, чем за полгода до истечения их полномочий. Дата выборов плюс месяц, то есть до 27 ноября. Поэтому наверняка с инаугурацией будут тянуть. А значит, шанс есть разве что на самороспуск. Но есть ли? Впрочем, украинская парламентская коалиция, не только нынешняя, а вообще любая, исторически штука очень непрочная. Сейчас она состоит из фракций Народного фронта и блока Петра Порошенко. И вот уже премьер-министр Гройсман заявил о намерении покинуть партию президента. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне. Я хочу быть активным. Я хочу бороться за идеи. Я хочу их внедрять. Больше того, идеи есть. Как их воплощать, я тоже знаю. Господин Гройсман сказал еще, что теоретически готов сотрудничать с Зеленским. А кроме того, собираются менять систему. Получается, та, в которой он сейчас руководит правительством, его, вероятно, не устраивает. Порвать систему сегодня решил губернатор Закарпатской области Геннадий Маскаль и стал уже третьим. До него написали заявление губернатора Львовской и Николаевской. Вечером к этой тройке собрался присоединиться и глава Тернопольской. И пока политологи гадают, от кого они бегут, от проигравшего Порошенко или от победившего Зеленского, спикер Верховной Рады, наоборот, призывает к единству, то есть поскорее принять скандальный закон о языке. Я предполагаю, что в 11 утра мы сможем перейти к голосованию в чистый четверг. В чистый четверг, как мы принимали декоммунизацию, я убежден, мы сможем поддержать и принять закон о языке. Поэтому я заранее подчеркиваю, в четверг, в 11, все народные депутаты должны быть в зале. В этом дне есть какой-то особый символ, потому что в чистый четверг перед Пасхой христианский мир молятся, вспоминая предательство Иуды. Но причина спешки с голосованием, конечно, совсем другая. Рада стремиться этот закон как можно быстрее принять, по той простой причине, что там как раз находятся люди, которые опасаются, что Зеленский немножко ослабит националистическую составляющую в украинском государстве, в законодательстве, в медийном поле и вообще везде. Зеленский как раз говорил, что к закону есть вопросы, хоть в целом и обещал защищать украинский язык. В общем, четко не сказал ни да, ни нет. С конкретикой в его программе вообще довольно сложно. То же самое с командой. Из 20 человек на виду, пожалуй, двое. Бывший министр финансов Александр Данилюк, отправленный в отставку после конфликта с премьером Гройсманом, и Евгений Комаровский, известный педиатр, своего рода украинский Бенджамин Спок, автор многочисленных книг для родителей и ведущий собственного шоу. Аффективно-респираторные приступы – это то, что по-нашенски называется «аж заходится». Вот как бы разновидность детской истерики. Тем не менее, у кого есть вопросы про истерики? Или все все знают? Украинцы совершенно точно знают одно – до какой истерики всю страну может довести, например, противостояние парламента и президента. Такое уже случалось не раз, и потому, если кто-то надеялся, что в минувшее воскресенье все закончилось, то зря. Битва за Верховную Раду только начинается. А значит, придется запастись кому терпением, кому попкорном или семечками, устроиться у экрана и наблюдать. Кирилл Брайнин, Ирина Близнюк, Наталья Сидорова и Виталий Зайцев. Первый канал.